привет мои самые юные и талантливые художники на связи анастасия павловна а значит время нашего второго занятия сегодня ребята мы с вами поговорим о цирке я думаю каждый из вас хотя бы раз жизни бывал в этом интересном месте а знаете ли вы что первый цирк зародился еще в древнем риме интересно что тогда арена которую называли цирк была в форме вытянутого овала и на ней в основном устраивались различные конные скачки цирк таким каким мы знаем его сейчас зародился в 17 веке во франции интересно что в это время также появилась круглая форма арены а представление представляли собой различные упражнения на лошадях а также выступления акробатов ребята как вы думаете почему арена имеет форму круга на самом деле цирк как и театр зародился на улице различные талантливые артисты показывали свои представления на площадях люди образовывали вокруг них круг так и появилась это популярная и настолько удобная форма для представлений интересно что само слово цирк переводе с латинского языка означает круг она также созвучно с нашим словом циркуль то есть предмет которым чертят ровные окружности ну а теперь давайте с вами придем к заданию сегодня мы с вами будем рисовать портрет клоуна клоун это наверное самый яркий персонаж который есть в современном цирке интересно что клоун это человек который наносит на свое лицо определенный грим и тем самым пытается передать различные эмоции чаще всего развеселить публику но бывают и такие клоуны которые вызывают нас печаль и даже груз сегодня мы с вами будем рисовать не один а целых два портрета клоуна один у нас будет в теплой гамме а другой холодный на этом простом примере ребята мы с вами изучим или еще раз повторим теплые и холодные цвета нашего спектра и так давайте вместе со мной называть теплые цвета первый цвет желтый оранжевый красный коричневый а теперь цвета холодной гаммы это голубой зеленый фиолетовый изумрудный теперь мы с вами попробуем изобразить два портрета в которых попытаемся с помощью как раз таки теплых и холодных цветов передать настроение нашего артиста цирка замечательного клоуна и так первое с чего мы начинаем это нам нужно нарисовать какую-нибудь ровную круглую основу я для этого возьму вот такую простую чашку поставлю ее в центр листа центр листа это будет основа для моего лица я хочу чтобы моего клоуна было вытянуто лицо поэтому вытяну ему нижнюю часть хочу чтобы клоуна у меня была такая смешная большая шевелюра и так как нарисовать правильно симметричное лицо для этого нам нужно наше лицо разделить линии тонкой на две равные части правую и левую и потом поделить его еще раз пополам на верхнюю и нижнюю средняя точка будет носа для того чтобы нарисовать глаза верхнюю часть делим тоже на пополам линии и в середине каждой линии у нас будет глаз нарисую здесь такие вытянутые дуги 1 и вытянутая дуга как гора 2 это будет его грим на глазах нарисую нижнюю часть так а в центре у нас будут сами глаза глаза нарисую небольшие раз и два нарисую них такие реснички дуги пусть клоун будет такой забавный и я нарисую что мой клоун носит маленькие очки такие смешные квадратные очки будут у него на глазах я нарисую ему улыбку так как клоун у меня веселый такие ямочки и нарисую ему маленькие губки ребят еще я прибавлю ему с правой и с левой стороны вот такие милые ямочки на волосах я нарисую ему шкау пачок шляпу пусть у него будет такая вот смешная цилиндрическая шляпа для этого рисую сначала дугу и соединяю их еще раз это основа шляпы и вверх делаю две линии правая и левая и верху рисую овал это у нас будет шляпа клоуна я сделаю шляпу в полоску поэтому намечу себе на ней полоски и пусть и шляпы торчит цветочек сами волосы я сделаю как будто бы кучерявые поэтому нарисую по краям много-много смешных завитков можно нарисовать волны можно нарисовать прямые как вам понравится а теперь приступаем к нижней части нарисуем ему бант и интересный воротник я хочу чтобы мой клоун носил небольшой бантик для этого в середине рисую кружок а по краям рисую два острых треугольника в одну сторону и в другую вот так и нарисую по краям два больших овала это будет у нас края воротника 1 и 2 и также придумал им узор приступаю к раскрашиванию возьму самый яркий такой вот красно-малиновый цвет и раскрашу ему нос оставлю на носу только маленькое светлое пятнышко это будет у меня блик к носу я также добавлю еще оранжевый цвет а вы можете добавить оранжевый фломастер или маркер закрашиваю очень тщательно ребята вы помните мы всегда учимся закрашивать чтобы у нас не оставалось ни одного белого места подобным образом раскрашиваю его губы лицо раскрашу желтым и таким коричневым цветом если вы раскрашиваете красками раскрасьте лицо охристым цветом смешав его с белой краской а теперь раскрашу глазки моему клоуну глаза будут меня коричневые теперь можно раскрасить цветочки у меня они будут такого вот розового цвета таким же образом раскрашиваю шляпу клоуна беру два ярких цвета желтый и красный а теперь ребята будем раскрашивать волосы для того чтобы раскрасить волосы я попрошу вас использовать сразу несколько цветов оранжевый коричневый и желтый у него будет такая большая пышная шевелюра поэтому здесь мы будем использовать эффекты живописный мы будем делать много-много волнушек или спиралек разных цветов чтобы смешиваясь они у нас создавали впечатление очень пышной яркой шевелюры заканчиваем раскрашивать наши смешные волосы и приступаем к нашему банту и воротнику его также раскрашиваем разными цветами можно использовать например оранжевый и фиолетовый еще раз повторяю что закрасить нужно все очень тщательно и ровно стараться не оставлять белых мест к теперь расскажем 2 воротничок использую для этого коричневый и желтый карандаш а теперь расскажем бантик нашего клоуна для этого используем оранжевый и красный карандаш теперь обведем его лицо можно взять коричневый цвет таким образом мы заполняем все свободное пространство фона если вы рисуете красками то добавляйте пожалуйста к вашим цветам больше белил чтоб фон был очень светлый и на нем выделялся наш яркий красочный клоун и так а теперь будем рисовать грустного клоуна используя при этом холодные цвета начнем с овала который рисуем ну практически на весь лист оставляя сверху и снизу примерно равные расстояния также как и по бокам а наверху у него будет смешная круглая шляпка поэтому нарисуем такую вот круглую шляпу теперь прорисовываем лицо также как и в первом варианте делим также как и в первом варианте делим наш овал средняя точка это будет точка носа сейчас я сделаю носик ему не такой большой а наоборот сделаю маленький маленький круглый носик теперь глаза так как глаза у клоуна будут грустные то их направление мы немножко изменим и направим его вниз нарисуем по краям два полукруга чтобы передать грустное выражение лица брови нашего клоуна мы направим наоборот вверх то есть если глаз рисовали мы дугу вниз то брови пойдут наверх а теперь нарисуем глаза нашему клоуну нарисуем круглый зрачок помним что у клоуна всегда нижняя часть раскрашена белым но в этом варианте мы ее раскрасим не вверх смотрящую а смотрящую вниз также посередине прибавим нашему клоуну маленький подбородочек для этого нарисуем кружок и соединим его со всей головой а теперь чтобы изобразить грустное выражение губ нарисуем посередине дугу которая смотрит вниз а посередине также нарисуем маленькие также я хочу добавить ему по краям две круглые щечки а по краям будут расти такие же причудливые волосы которые будут смотреть вниз также этому клоуну нарисуем интересный бант и воротник я думаю мы можем прибавить нашему клоуну где-нибудь с краешку глаза маленькую слезинку а теперь осталось добавить только два верхних века а теперь начинаем раскрашивать цвете нашего клоуна в этом варианте я покажу как можно раскрасить его при помощи красок вы также можете вы также можете использовать цветные карандаши фломастеры цветные ручки цветные мелки или тот материал который вам наиболее удобен итак начнем с начнем раскрашивать с цвета лица оставляем белые пространство вокруг глаз и вокруг губ а все остальное я закрашу вот таким голубым цветом я сделаю лицо нашего клоуна полосатым то есть одна часть будет голубая одна часть будет другого цвета у нас с вами сохранилась линия который мы проводили чтобы искать центр лица поэтому согласно этой линии заполняю все пространство а теперь давайте закрасим ему шляпу и бантик при закрашивании используем какие-нибудь другие оттенки например темно-синий фиолетовый и светло-фиолетовый чтобы получить светло-фиолетовый добавляем к нему белила а теперь приступим к раскраске волос волос я предлагаю раскрасить моим любимым приемом мазочками то есть мы берем цвет и наносим свободном порядке мазочки одного оттенка потом берем другой цвет теперь промоем хорошо кисть и добавим к нему белым цветом прорисованные волнистые линии вот такие вот волосы у нас получились теперь нам с вами необходимо закрасить губы и глаза теперь нам осталось раскрасить только веки у нашего клоуна их я предлагаю раскрасить в шахматном порядке то есть на голубой стороне будет зеленая века а на зеленой стороне соответственно голубую теперь нам сами осталось заполнить только фон для нашего клоуна его мы также будем заполнять при помощи мазочков только к цвету будем добавлять очень большое количество белил чтобы мазочки у нас получались вот такие вот светлые по окончании нашей работы когда она уже немножечко подсохла мы возьмем с вами кисточку и возьмем темно-синий цвет для того чтобы выделить основные черты нашего клоуна вот такой забавный хотя немного грустный клоун у нас с вами получился вот такие прекрасные портреты клоуна у нас с вами получились я еще раз хочу повторить что вы можете рисовать и абсолютно любым цветным материалом которые у вас есть это могут быть краски и цветные карандаши мелкие может быть акварельные краски если совсем ничего нет вы можете рисовать и простыми карандашами и ручками а также фломастерами для самых любознательных ребята я предлагаю творческое задание попробуйте нарисовать такой портрет клоуна в котором сразу будут сочетаться веселое и грустное выражение лица из такого портрета вы можете сделать интересную маску для себя или своих друзей также для вдохновения я предлагаю вам посмотреть два самых любимых мультика моего детства в которых также показывается очень интересная жизнь цирка и театра первый мультик называется каникулы бонифация история о очень интересном добром льве который служил в цирке а второй фильм это настоящая сокровищница нашего русского кинематографа фильм сказка золотой ключик или приключения буратино я желаю вам творческих успехов с нетерпением жду ваших работ и приятного просмотра